Только подумайте, если бы компании в Англии могли голосовать, то они бы не проголосовали за Брексит. Доктор Хопкинс, я рад снова видеть вас в нашей студии. Уже прошло несколько месяцев с тех пор, как мы с вами говорили о Трампе и Брексите. Сегодня мы поговорим о вашей организации CSR и о харде и социальной ответственности для компаний новой эры, которую вы написали. Это очень интересная тема, и давайте поговорим о ней подробнее. Я хочу зачитать цитату из вашей статьи. Итак, вы пишете. «Мы сейчас находимся в состоянии мирового кризиса. Вскоре может начаться война под началом президента, который не подходит на эту должность. А Британия слепо идёт по пути Брексита. Учитывая такие серьёзные проблемы на мировой арене, как нам удастся убедить компании выполнять все пункты хардди о социальной ответственности? Как привлечь их к этому? И сделать так, чтобы эти идеи повлияли на их бизнес? Исторически так сложилось, что компании, как правило, старались держаться в стороне от серьёзных проблем и конфликтов. Меня всегда беспокоил тот факт, что, например, нефтяная компания в значительной степени зависит от того, что будет с ценами на нефть. И если на рынке присутствует избыток предложения, а это довольно серьёзная проблема, то это повлияет на баланс компаний. Когда президент США, как сказали Обама и Хиллари Клинтон до проведения выборов, не подходит на роль президента, это подтверждают все последующие события. И для всех, кому нравится этот человек, хочу сказать, что он уже в полной мере продемонстрировал, что он действительно не подходит на роль президента. А это очень плохо влияет на бизнес. Очень яркий пример – это отношение к иммиграции. И это в стране, которая является домом для иммигрантов. Эта страна основывается на иммиграции. Многие компании объединяются или группируются. В особенности это касается технологических компаний в Калифорнии. Так вот, они собираются и выступают вместе против новой иммиграционной политики. Они говорят, ведь именно благодаря иммиграции мы получаем лучших сотрудников. Из-за иммиграции мы видим новых генеральных директоров компаний, Apple и Microsoft, которые нас вдохновляют. Постепенно компании начинают ощущать на себе влияние важных мировых событий. Вы также упоминали вопрос о Брексите. Я полагаю, что в каком-то смысле это событие будет полной катастрофой. В одном из предыдущих интервью я уже говорил об этом. По моему мнению, это будет катастрофой для Великобритании. В принципе, для Евросоюза это тоже будет не так уж хорошо, так как Британия всё же оказывала смягчающее действие. Кроме этого, Британия была центром демократии и прав человека на протяжении многих столетий. Поэтому выход Британии – это также большая потеря для Евросоюза. Но в первую очередь это, конечно, потеря для британских компаний. Они даже не могут поверить в то, что происходит. Автомобильные компании уже перемещают свой бизнес в Германию. Компании, предоставляющие финансовые услуги в Лондоне, уже ищут новые места. Некоторые из них уже частично перенесли свой бизнес в Дублин, Франкфурт и Париж. И это обходится им недёшево. Только подумайте, если бы компании в Англии могли голосовать, то они бы точно не проголосовали за Брексит. Проголосовали бы компании США за Трампа? Скорее всего, нет. Бизнес есть бизнес. И бизнес всегда найдёт способ для работы. В любой ситуации есть победители и проигравшие. И если взять ситуацию в Британии, то я думаю, что в таких условиях сельское хозяйство начнёт процветать. Давайте поговорим о вашей хартии. Расскажите, чего вы ожидаете от компании? Нам уже стало понятно, что основные мировые события и проблемы оказывают влияние на компании. И они уже принимают во внимание эти события и думают, что с этим делать. Крупные компании, такие как Unilever, например, уже начали разрабатывать очень дешёвые продукты для самых бедных людей. Именно такие меры могут припринять компании и записать их в свою хартию. Как правило, компании не говорят о подобных действиях, стараются не подавать виду, что они попали под влияние серьёзных мировых проблем. На мой взгляд, главная идея хартии заключается в том, чтобы каждая компания, частная или публичная, в конце года подумала о том, какие за этот период произошли важные события в мире, как они повлияли на компанию и что компания может сделать с этим. Смысл не в том, чтобы просто обратить внимание на проблему, а помочь её решить доступными способами. Я хочу, чтобы компании начали думать о том, какой вклад они могут внести в решение проблем общества. И для примера я хочу рассказать такую историю. Один из моих лучших друзей возглавлял европейскую компанию Hays PLC. Вы можете поискать информацию о нём в интернете. Очень приятный человек. И вот однажды он сказал мне, «Майкл, вот эта вся твоя корпоративная социальная ответственность, она нам нравится. И мне хотелось бы оставить наследие. Я хочу, чтобы мою компанию запомнили. И я хочу помочь решить проблему глобального потепления, потому что наша компания занимается перевозками и продажами». Но проблема в том, что глава компании занимает свой пост в среднем четыре года. В течение первого года человек только разбирается в работе. Затем у него есть два года, чтобы реально что-то сделать. И в последний год он, скорее всего, обсуждает свой золотой парашют, так как знает, что, скорее всего, не задержится в компании надолго. То есть в среднем у руководителя есть четыре года. И, как сказал мой друг, очень часто просто не хватает времени для того, чтобы заниматься этими вопросами. Я рассказал своему другу о Харси, и он сказал, что сожалеет, что не начал заниматься этим раньше. И последний вопрос. Мы уже поговорили о Брексите и Трампе. Как вы считаете, подобные события будут способствовать разделению людей? И, возможно, сделают их менее социально ответственными? Как нам убедиться в том, что компании будут работать в этом направлении? Ведь в итоге это принесёт пользу и им самим. Когда мы говорим о корпоративной социальной ответственности и устойчивости, а я очень часто поднимаю эти темы в своей новой книге, мы всегда говорим о бизнесе. Мы же не хотим довести компании до закрытия. Это было бы глупо и бессмысленно. Но мы хотим посмотреть, как компании взаимодействуют с основными акционерами на внутреннем и внешнем уровне. В течение последних 20 лет, за то время, пока я работаю в сфере корпоративной социальной ответственности, нам удалось достичь определённых успехов. Почти во всех крупных компаниях действуют определённые правила в отношении социальной ответственности и устойчивости. И когда я говорю о социальной ответственности и устойчивости, компании понимают, что это всё значит. И они знают, как обстоят их дела в этой сфере. Ещё 10-15 лет назад, когда я начинал разговор об этом, на меня косо смотрели и спрашивали, что это такое. Иногда спрашивали, не коммунист ли я. Но сегодня все уже понимают, о чём идёт речь. То есть мы добились определённых успехов. Но мы пропустили зарождение таких проблем, как Трамп или недавние проблемы Польши, Венгрии и так далее. Мы упустили свой момент. Хотя за последние 20 лет нам удалось добиться успеха в сфере социальной ответственности, в мире всё ещё присутствуют серьёзные проблемы. Со временем они нанесут вред компаниям. В итоге они окажут негативное влияние на бизнес-компании. Хотя пострадают не все компании. Но эти проблемы скажутся и на экономике стран. С помощью этой харти я хотел добиться того, чтобы каждая компания обратила внимание на серьёзные мировые проблемы. Это могут быть проблемы, связанные с правами человека, новой политикой, новым законом и так далее. А также, чтобы компании подумали о том, как они могут внести свой вклад в решение этих проблем, так, чтобы это оказало положительное влияние и на бизнес, на акционеров и на общество, в котором они работают. Майкл, спасибо за ваши комментарии. Как всегда, было приятно пообщаться с вами. Спасибо за приглашение, Джек. На этом наше время подошло к концу. Ещё больше интервью с Майклом вы можете найти на нашем сайте идукоскопи.тв. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова